Микс Ньюс Добрый день, уважаемые радиослушатели Историк Влад Богов у нас в студии Мы говорим Подводим итоги недели Наверное, ключевое событие для очень многих Я думаю, наших радиослушателей Это вчерашний важный, знаменательный день И обычно всегда И в преддверии 9 мая И, наверное, после Такие вспыхивают, если так можно сказать Какие-то дискуссии по истории Все-таки вам, как историку Я знаю, что и аспиранту То есть, в будущем, наверное, если мы по латвийским меркам Смотрим доктора наук исторических Все-таки такой вопрос хотел задать Может быть, он концептуальный Вот все-таки, как вам кажется, больше Переписыванием истории Наверное, такой факт имеет место быть в Латвии Занимается политики или все-таки историки Может, есть же такое неофициальное название Официальные историки Все-таки этим грешат, на ваш взгляд Ваши коллеги по историческому цеху Если так можно сказать Или политики побуждают историков Говорят, нет, ну, у нас должно быть сейчас другое прочтение Прошлого Добрый день Ну, значит, ну, с того вот Мне близкого примера Вот, например, несколько лет назад вышла Книга по истории Саласпилса В лагере Саласпилса Там прямо в предусловии написано Что книга написана по пожеланиям Министерства иностранных дел Латвии А также думы Саласпилса Откликались На многочисленные просьбы, да Ну, вот, историки откликнулись И написали необходимую историю В конвей текущей политики Вот тогда такой вопрос Который, ну, хотел бы задать В связи с этим Вот, раз вы уже упомянули Саласпилс Тоже очень важная страница Вот, когда Там начинает с пристрастием Спрашивать вот тех, кто пытается переписать Этот Саласпилс, я помню, на какой-то момент договорились До того, что чуть ли не был Какой-то там трудовой лагерь Не знаю, перевоспитание Как кто-то написал В конце лагеря труда и отдыха Да, то они говорят Не-не-не, ну, мы же не говорим Что это было хорошее заведение Вы понимаете, ну, должна быть Все-таки историческая правда Ну, там было, конечно, плохо Но не так вот страшно, как было Может быть, меньше людей погибло Ну, мы не говорим, что это хорошо Но, вот, что на самом деле Действительно мы с точки зрения Вот, отношения к Саласпилсу Здесь идет переписывание Серьезной истории Ну, как переписывание Начнем с того, что Можно рассказывать правду Ну, не говорить всей правды до конца А какие-то фрагменты Например, прочитать до половины Страницы документа Публиковать его И ничего не сказать, что Оканчивается он совсем иначе Чем он начинался Это тоже имеет факты быть И их также применяют Ну, если говорить о Саласпилсе Как таковом Ну, то название здесь, конечно Такое Несколько странное Часто говорят, что это Воспитательный лагерь Он действительно, если копаться дотошно Так пристрастно и с документами работает Он действительно назывался как Расширенная полицейская тюрьма И воспитательный там Трудовой лагерь То есть, действительно Туда ссылали Какое-то время ссылали Кто увиливает От работы на немцев Кто-то там улечен был В сотрудничестве с советской властью В прежние годы И туда фактически направляли На перевоспитание В различной переписке Часто фигурирует Что это концлагерь То есть, концентрационный лагерь То есть, он числится как трудовой Но на самом деле Он используется как концентрационный лагерь И вот в том же самом исследовании Где называют Не иначе как Воспитательным трудовым лагерем Там приведена такая Может быть, по оплошности Они публиковали этот документ И там на одной из страниц Прямо фото конверта Где написано прямо от руки Концентрационный лагерь То есть, ну, противоречие самим себе Это, ну, некоторая такая черта Отличительная Конъюнктурных политиков И историков А вот на ваш взгляд Все-таки Вот какова цель Вот этих, ну, не знаю Передергиваний Или попыток Как-то по-другому Представить Вот эти исторические факты Это что? Попытка преуменьшить Вот то зло Которое было От нацистской оккупации Сказать, ну, да Это плохие ребята Ну, вот, не знаю Советские Еще более плохие А эти еще как бы так Или нет Как вам кажется? Ну, мне кажется В современной Латвии Такая установка Принято, что Советский режим Был намного хуже Чем немецкий режим Ну, по-моему Он был дольше Да, так сказать Да, то есть Ну, чисто временной Континум у него был дольше Но на самом деле Если сравнивать То ущерб От немецкой оккупации Значительно выше И, ну Тут, конечно Ужасно сравнивают Там и человеческие жертвы И разрушения Но, тем не менее Почему-то Сегодня есть установка Которая Вот Применяется Уменьшить А она вообще Вот с точки зрения Я понимаю, что Историки Занимаются Как бы изучением Прошлого Наверное Пытаются Каким-то образом Помочь Подотвратить Какие-то Ошибки Или повторения В будущем Это вообще Как бы вот С точки зрения Будущего Латвии Это плохо Или Ну, хорошо Ну, хотя Чуть-чуть Историю Представить Не знаю Страна с непредсказуемым Прошлым Ну, ладно Ну, пускай Они там что-то Сделают Правда Сейчас мы уже Видим Что договорились До того Что не стоит ли Цукурса Так сказать Захоронить На Братском кладбище Да Но в принципе Это опасно Вообще Для будущего Латвии Или Пускай Будет Мифология Такая То все-таки Искажение Истории Оно в каком-то Ну, повлияет Конечно На процесс Развития Общества То есть Это все Взаимосвязано Я думаю Абсолютно Взаимосвязано Ну, допустим Ну, каждый Вот Новый режим Он переписывает Историю Вот, допустим В Латвии Если считать Там 19-й Ну, советская власть Пришла Ну, отрицание Той же Первой мировой войны Оно было Все советское время То есть Практически Ну, под запретом Находилась Это была империалистическая война Которую Надо было описывать Хотя казалось бы Да, столько лет Прошло уже Свидетели Мало Тем не менее Но тем не менее Умалчивалось вообще Значение этой войны Как и для России И для остального мира Хотя мы понимаем Не было бы первой войны Не было бы И второй Ну, да Тут надо смотреть Все взаимосвязано Какие процессы Тогда шли Какие потом Ну, тенденции Всегда исторически Нужно рассматривать В купе Всего процесса А не отдельность Какие-то фрагменты Да Ну, вот Я так понимаю Особенно Это относится Вот К интерпретациям Событий Не знаю 8-9 мая Да Если для одной части Населения Тоже весьма значимо Это действительно Святой день Это Можно по-разному Его как бы Отмечать Кто-то говорит о том Что надо больше Вспоминать О действительно Несчетным количеством Жертв Которых было Это понятно Другие говорят о том Что тем не менее Эта победа Тут надо радоваться Ну, и есть, конечно Та часть общества Которую, видимо Внушили Что на самом деле Тут и праздновать нечего И отмечать нечего И праздника-то Никакого не было И так далее Ну Естественно День победы Это 9 мая А день памяти Это 22 июня И это официально Утверждено На уровне Естественно Если рассматривать Все в купе Опять же Все эти события Которые Влияют на интерпретацию Эти события То это нужно смотреть С той стороны Кому ты себя относишь Если ты относишься Скажем К немецким нацистам То, естественно Ты проигравшая сторона Если ты относишься К силу Там ничего Там ничего Потому что тебя победили А если ты рассматриваешь себя Как со стороны Антигитлеровской коалиции То, естественно Можно праздновать Даже вот Израиль Он празднует На официальном уровне Празднует эти события День Победы Да, шествие происходит И шествие И 9 мая проходит у них И Бессмертный полк проходит Ну, абсолютно адекватное восприятие того Что реально случилось в этот день А почему разные даты То, естественно, 8-ое Это уже неоднократно упоминалось везде То есть, это что Капитуляция начинается в 23 часа Одну минуту Вот это было по среднеевропейскому времени И в России уже в этот момент было Полночь Следующий 9 мая 9 мая И тут нет никакой политики То есть, абсолютно нет То есть, чисто временная разница Вот утвердил два этих разных дня И подписали бы они 22.01 То, соответственно, было бы это 8 мая В России и Европе То есть, никакой разницы И это не в смысле, что какая-то советская пропаганда Хотела сделать отдельный день, да? Нет, абсолютно И если посмотреть на события Тех вред И 9 мая То Он был праздничным днем объявлен Сразу же, как только Стало известно, что подписана капитуляция То есть, этот день был на всем Советском Союзе Объявлен праздничным днем И вот Праздниства в городе происходили Вот я читал прессу тех лет Непосредственно то, что происходило 9 мая Описание газет на 10 мая То рассказывается о том, что вот на Эспланаде Тогда это не было Эспланада Это была В нашем привычном сейчас виде Там она была пустая То есть, это была площадь Площадь Когда она называлась площадь единств При Ульманисе Вот ее назвали так Да И она была пустая Там проходили праздники песен И потом, впоследствии, советское Ну, вот Общество проводило там митинги какие-то И вот газета говорила о том, что вот На этой площади 9 мая состоялся митинг Из нескольких 10 тысяч человек Кто-то собрались в Рижане И вот они коллективно составили От латышского народа Благодарность товарищу Сталину Вот они отправили там Не знаю, как это дошло Нет, но тем не менее Есть такие факты Отправляли, пока не мили, да Отправляли на заводах Проходили митинги праздничные Весь город был украшен флагами На пустых площадках там танцевали Как-то общались То есть это был наутник Реально праздник происходил вот такой Вот интересно Вот те, кто говорят о том, что 9 мая в Латвии Это никакой не праздник Они, естественно, не говорят так, как вы Что мы, проигравшая сторона, что-то будем праздновать Они говорят, что вы понимаете, какая ситуация Что мы не можем праздновать 9 мая Потому что мы знаем, что произошло потом Да, ну, для Латвии, может быть, это даже не 45-й, а 44-й год Да, возвращение советской власти Они тут же проводят параллели со сталинскими репрессиями Хотя, мне кажется, это два параллельных события Ну, да, вот, по-моему, сегодня было в новостях, что Таренкевича судил, что ТВ-24, по-моему, там репортаж велось Дня Победы и Дня Европы То есть, он отрицательно отнесся к надписи «День Победы» То есть, у нас нет никакой Дня Победы, а есть вот День Европы Ну, кто как рассматривает, соответственно, ну, можно по таким выражениям соотносить, кто к чему относится Нет такой опасности, что молодое поколение, ну, не знаю, насколько именно, прежде всего, русскоязычное С учетом всех реформ в школе в том числе Они примерно, ну, скоро будут примерно так же считать Что, ну, ладно, 8 мая так и будет Там День Памяти жертв Второй Мировой А вот уж ни про какую победу, ни какой там разгром нацизма Применительный к Латвии, говорить вообще не надо Ну, это, конечно, задача нашего общества Как-то донести память о тех событиях Но, тем не менее, все-таки поколения сменяются И сменяется и их память Если мы сегодня возьмем Первую Мировую То нет уже ни одного участника, который бы мог реально рассказать об этих событиях То постепенно, конечно, это все сглаживается, уходит на второй план Появляются какие-то более значимые события в жизни того современного общества Которое рассматривает эти события То, естественно, оно сглаживается Естественно, какие-то процессы нигиляции идут И, ну, им можно как-то сопротивляться, как-то насаждать Но, тем не менее, это такой не очень эффективный метод Но, тем не менее, он должен существовать И мы должны сохранить память вообще о всем том, что происходило ранее Ну, мы знаем, что политики тоже активно этот процесс включили Видимо, выборы в Ярпарламентах к этому подстегнули Опять уже очередная эпопея о том, сносить и не сносить памятник Освободителям имеется в виду дискуссии в Сейме Сейчас, видимо, из мандатной комиссии Это так называемая народная инициатива Дальше уйдет в комиссию по иностранным делам Вот на ваш взгляд, до чего это делается? Это просто чисто политический пиар? Или за этим что-то стоит глубже, как вам кажется? Ну, это такая вечная борьба, которая играет на какие-то определенные политические круги И если вспомнить, что скоро выбран Европарламент То определенная часть общества, конечно, хочет набрать за этот счет дополнительных очков Тут, естественно, надо все рассматривать в политической такой плоскости Но мое мнение все-таки, хоть мои коллеги некоторые утверждают, что это все равно будет Но мне кажется, что все-таки не сможет это пересилить часть, незначительная часть общества Чтобы это снесли Поскольку, во-первых, есть международный договор Который защищает все эти монументы, захоронения и памятники и прочие И если Латвия относит себя к цивилизованным странам То она должна хотя бы придерживаться своих же международных договоренностей И если она вдруг их начнет сама по себе нарушать Отказываться от той части цивилизации То почему бы, скажем, у Латвии с Россией не один договор такой Который она могла разорвать и ничего бы из-за этого не было То есть прецедент будет, так сказать То есть прецедент может Россия со своей стороны так же пересмотреть этот блок А там тоже есть, кстати, захоронение латышских воинов И латышских воинов есть, и зеркальные такие же договоренности есть И многие другие экономические договоренности, и культурные договоренности То есть я думаю, здесь будет не в пользу Латвии Поскольку Россия все-таки соседнее государство И как бы не хотелось нашим политикам Мы ее не отодвинем, эту Россию Она всегда будет нашим соседом Мы видим, что все-таки 9 мая Каждый год к памятнику приходит очень много людей Там разные цифры, сколько за день проходит Кстати, с 8 числа уже все начинается Все-таки, что на вас взгляд Вот вас, как представители русской общины Латвии Как вы оцениваете, что людьми движет туда приходить Потому что мы понимаем, что реальность такова Что с каждым годом ветеранов, участников войны становится все меньше Им сейчас уже за 90, уже не 90, а даже больше И тем не менее приходит и много молодежи Мы все их видим Что все-таки людьми движет? Может, это другие говорят, что это какой-то там, не знаю, протест? Ну, в какой-то мере можно считать этой протестом В той политике, что проводится Это все-таки Переприятие такое носит Ну, характер сплочения То есть, русский человек приходит Ну, для русской ментальности характерно объединение И вот, я думаю, когда человек приходит и видит вокруг себя Море единомышленников То он как-то, ну, становится раскованнее, свободнее В своих волеизъявлениях, наверное, желаниях В каких-то устремлениях Ну, естественно Ну, это движет Ну, человеческий интерес Чтобы быть вместе Какие-то, ну, что-то вместе делать И действительно Достаточно много людей приходит Я вот каждый год там бываю И наблюдаю за ситуацией Ну, всегда вот Очень много Даже вот, несмотря на плохую погоду В какой-то год была Ну, весьма очень скверная погода И тем не менее Народовала так же, как всегда Да, и в любую погоду, мне кажется Еще во второй части, может, продолжим Но что касается вот первой части Вот На ваш взгляд Есть ли, если так можно сказать Какой-то вот, не знаю Предел переписывания истории Ну, по крайней мере Второй мировой До чего дальше это может дойти Может быть, кто-то скажет Что потом вообще ничего не было 8-9 мая Какой-то Морозначительный эпизод Мировой истории Ну, я думаю, это произойдет Если произойдет То это не так быстро произойдет По времени То есть, это Ну, пару веков, может быть Мы сейчас тоже относимся К Ливанской войне Не так, как мне Относились тогда Это правда То есть, это тогда Такое же значительное событие В истории России Но сейчас мы его не оцениваем Вот это какой-то эпизод В истории какой-то был Может, я даже и слышал об этом что-то А может, и нет Я вообще не знаю, когда это было То есть, ну Да, вы абсолютно правы Даже я посмотрю Что вот упомянутая вами Первая мировая война Даже вот европейские страны Сейчас как-то начинают По-новому это переоценивать Даже Франция Мы видим документальные фильмы Ну, насколько там кадры В тот период было Какая-то компьютерная графика Но это так подробно Все разбирается Казалось бы, еще больше времени Прошло от Второй мировой Там уж точно Свидетелей живых не осталось То есть, это, видимо И этот процесс очень важен Ну, мемориализация Конечно, процесс мемориализации Он всегда пойдет И я думаю Сейчас с развитием Новых технологий Это только станет доступнее И нагляднее И это можно В качестве какого-то Образчика общества Воспитательный момент Здесь же присутствует Ну, я только Заотношусь Вот Тоже недавно читал Высказывание Что Момент консолидации Вот этот бессмертный полк Что повлияло на Формирование вот этого Общего массового сознания Вот Когда Технический прогресс Вступил Вот На помощь Вот этой Продвижению Ну Памяти в общество Это вот Организация Сайтов Российских сайтов Подвиг народа Точно И вот Любой человек Может зайти Посмотреть Действительно Его дед Прадед был героем Ну Если он герой То значит Этому можно гордиться Ну вот Абсолютно Абсолютно Многие заглядывали Да Я согласен Я своих родственников Так же искал Вот Я своих Да Вот Поэтому Это очень большой шаг вперед На пути Вот Сохранению Памяти О том Что происходит Влад Бог На студии Историк Небольшая пауза На новости Рекламу Я вижу Что есть звонки Будем их принимать Во второй части Не переключайтесь Микс Ньюс Говорим В отношении К истории О попытках Переписать историю Вот интересно До эфира Вы мне рассказали Такую Вещь Наверное В подтверждении Того Что я думаю Многие наши радиослушатели знают Что вот Русская община Русское образование Здесь в Латвии Это было Вот я так понимаю Русская школа Ей Исполняется Исполняется 230 лет Русская община Латвия Марку такую памятную Собирается выпустить Да Да Ургкомитет Дней русской культуры Как раз таки Вот уже На открытии Дней русской культуры Представят новую марку Русской школе 230 лет В Латвии Ну это таки события Еще времен Екатерины Второй Которая Так сказать Начала вносить В наше прибалтийское общество Такие демократические вияния И вот При ней Возникла Городская дума Которая просуществовала Несколько лет Ну вот При этом Засилии немецкого Здесь Такого управления Это был такой Такой радикальный шаг И вот в этот же шаг Она принялась Сюда Поскольку уже Прибалтика Присоединена К России То соответственно Здесь Ну чиновники Должны были быть Русские И вот она Задала задачу Такую Что необходимо В Прибалтике Чтобы русский Был административным Таким языком То есть На всех уровнях Ну Административный Ну чиновник Чиновник Да И вот Это Вылилось Через несколько лет В то что здесь Открылась школа В 1789 году Здесь открылась Небольшая русская школа А как Чиновника вообще Обучали русскому языку Тоже на целый процесс Они все были Присланы Из России Здесь Практически Не существовало Здесь Негде было их обучать Вообще Ну так я же о чем И вот появилась Русская школа Ну да Ну да Вот она существовала На таких Ну порядка Там Ну 50 Может 60 Детей русских Все они были Из низшего общества Крестьянские Потому что Ну давало только Начальное образование Азбуку Там математику Какую-то Первые три класса Там при ней При этой школе Ясли были Ну садик Детский сад был Куда можно было Отдать своего Маленького ребенка Ну тем не менее Она просуществовала До 1812 года Потом ее сожгли Ну поскольку Сжигали все предместия Сгорела и церковь И школа эта сгорела Ну вот И несколько лет Пытались ее восстановить Это время войны 1812 1812 год В июле 12 года Ее сожгли Все предместия И вот Учителя Которые остались Без работы По сути Приняли такую Бизнес Коммерцию Они начали Основали газету русскую Первую русскую газету Сами учителя Сами учителя Этой школы Ну С посредством купцов Конечно же Но тем не менее Главным редактором Были Учителя этой школы Которые вознамерились Путем сбора средств Через эту газету Восстановить школу И вот у них Энтузиасты Энтузиасты Такие У них ничего не получилось Но тем не менее Зато была газета Целый год выходила Эта газета Раз в неделю Вышло 53 номера Вот на 53 номере Они сдались Не получили подписчиков Здесь не было Таких Грамотных Столько грамотных людей Которые могли бы Позволить себе Читать новости На русском Ну Немецкие газеты Здесь выходили Уже давно Латышская газета Чуть позднее появилась Ну Тем не менее Вот Какие-то здесь Процессы такие шли Но в 20-м году По распоряжению Уже там Александра Первого Здесь открыли Эту же школу Но на другом месте Она до сих пор Сохранилась Кстати На Лачпляше 55 Теперь там школа дизайна С 1800 20-го года Ну она перестраивалась Но тем не менее Вот можно сходить Посмотреть Где Как она выглядела Это первая Вторая уже Екатеринская школа А первая Которая сгорела Она находилась На Гугле 7 Там сейчас Здание полиции Полиции Вот напротив Благовещенской церкви Там было первое место Русская школа Там при ней сад был Также И было там Много учащихся Да? Ну порядка Ну до 100 Где-то доходило Не так много Ну по тем временам Наверное неплохо Да? Ну если учесть Что там была Весь вся Рига Порядка Ну 16 тысяч человек То может быть Это и неплохо Ну я так понимаю Что проблема С грамотным С ощущением Сохранялась И тогда Да? Ну да Поскольку здесь В основном Находились купцы То есть Интеллигенции Как таковой Здесь если были Только и чиновники Или офицеры На этом вся Интеллигенция Присланные Присланные Из Тоже из России Ну они и так Знали Ну если Хотели учиться Куда-то выше То соответственно Это немецкий язык А вот Я тут Когда копался В архиве Довольно интересный Факт нашел С чего пошла Вот это Процесс Русификации В Лифляндии Я когда Пересматривал Архив Лифляндского Губернатора Сохранился Сохранился Да Он довольно Обширный Там очень много Документов Сохранились И вот В одном из дел Я нашел документ Переписку С министерством И императором Тогда Это был Николай Первый Еще Даже с императором Была переписка Ну да Поскольку Этот Губернатор Лифляндии Должен докладывать Ежегодный Отчет О состоянии Дел В Лифляндии Ну вот Они Переписывались Так И Губернатор Эстляндии В 1851 Году Отослал свой отчет Императору Николаю Первому Когда император Знакомился С этим Отчетом То Он Сделал Резолюцию На полях Что Он Находит Этот Документ Малограмотным И либо Губернатор Плохо Исполняет Свои обязанности Либо Не владеет Русским Языком И Вот Постановил Чтобы Здесь провели Ревизию Всех Чиновничьих Мест Выяснили Количество Говорящих По русски И по немецки Количество Чиновников И вот Два года Они выясняли То есть Целая комиссия Была Целая комиссия Статистические Данные И вот Потом я Знакомился С этими Статистическими Данными Оказалось Что Вот В Лифлянде Количество Чиновников Общее Количество 19 тысяч Человек Из них Владели Русским Только 6 тысяч Человек Ну Соответственно Вот Пошел Процесс Вот Такой Отчет Был Соответственно Да Вот То есть Ошибки Ситлянского Губернатора Повлияли На Русификацию Ну Это Просто Говорит О том Что По крайней Меря Русское Меньшинство Латвии Полноправное Национальное Меньшинство Никакие Не пришли Здесь Ну Если Так Разбираться Совсем Исторически То Здесь Влияние Русского Можно Сказать Старого Русского Несовременного Русского Естественно Понимаем Да То Эта Территория По берегам Даугавы Тогда Еще Тысячу Лет Назад Подчинялась Полоцкому Княжеству То есть Здесь Были Местные Племена Они были Данниками Полоцкого Князя Вынуждены Были Платить Князь Либо Полоцкому Княжеству Либо Пусковичам И вот После того Как пришел Сюда Епископ Альберт Он заключил Торговый Договор Со Смоленском И вот В 1229 Году Начинается История Когда Русские Купцы Уже Имеют Полноправную Такую Возможность Поселяться В Риге Вместе С немцами Они Имели Такие Привилегии Как и немцы Впоследствии Поскольку Ну Потом Началось Деление Конечно Что немцы Имеют Преимущество Во всем Но Тем не менее Вот русские С тех пор Оставались Здесь До Порядка До 16 Века До Ливонской Войны И вот Если говорить О Вернемся К современной Ситуации О том Что Вот Происходит Фальсификация Историей То Фальсификация История Вот Здешняя Здешняя История Ливлянской То Произошла Как раз Таким В момент Когда Началась Ливонская Война И Появились Первые Попытки Немцев И Иван Грозный Разгромил Все-таки Ливонский Орден И Вот Были Попытки Сохранить Его И Появились Начались Писаться Первые Такие Исторические Фальшивки Пасквили На том Что Русские Это Зло Ну Вот Они Пришли Сюда Разгромили Нас И Вот И Поскольку Они Стали Зависимыми То Им Нужно Было Как-то Оправдаться И Заявить Свои Права На то Что Они Имеют Право На Эту Территорию Поскольку Они Первыми Сюда Пришли Вот Немцам Была Такая Логика Что Раз Они Первые Здесь Обосновались То Значит Мы Тут На Ратушную Площадь То Там Стоит Статуя Роланда И Довольно Интересный Факт Может Никто Не Обращал Внимания Но Если Подойти И Посмотреть На Щит Роланда То Вы Увидите Там Герб Российской Империи Но Что Интересно Плащ Этого Роланда Скрывает Российскую Корону То Есть А Памятник Установлен В 1896 Году Когда Просто Внимательно Смотреть Как Относились Немцы К Тому Процессу Который Шел В конце 19 Века То Есть Вот Они Заявляли Все Таки Тихо Но Вот Так Скрыто Заявляли Свои Права На Эту Территорию Да Это Интересно Говоря Еще Может Быть Не Сегодняшним Вот Сейчас Мы Знаем Что Происходит Реформа Запускается Содержание Образования Паралель Идет Вот Языковая Я понимаю Что Вы Не Юрист Вы Историк Но Вот У многих Создалось Ощущение По крайней мере У русскоязычных Что Все Эти И попытки Вот Этих Реформ Которые Запускают Семь И решение К сожалению Конституционного Суда Недавно Озвученное О том Что Это Все Правильно Все Соответствует Конституции Что Это Такая Попытка Знаете Отрезать Хвост По кусочкам Что Все Это Должно Закончиться Ну По существу Ликвидации Вот Не знаю Русскоязычных Школ Или школ Нацменьшинств Называйте Как хотите Да То есть Постепенно Там Проценты Там 50 на 50 Потом 80 на 20 Потом 100 на 0 Условно говоря И потом Скажут Ну Ладно Там Факультатив Какой-то Будет Если Вы Хотите Сами Родители Скидывайтесь Ну И Обучайте Их Не знаю Русскому Языку Литературе Есть Такая Опасность Ну В современном Уже Обществе Политическом Конечно Всего Можно ожидать Но Я Не верю Что Этот Процесс Довольно Скорый Неизвестно Что Произойдет Через Какое-то Иное Количество Лет Тем Более Что Спрос Есть На Русское Образование Спрос Есть И Довольно Большой Я Скажу По Своим Ребятам Волонтерам Которые У нас Участвовали В днях Русской Культуры То Очень Многие Уехали За Русским Образованием В Россию Очень Много И Если Сейчас Посмотреть На Этот Конкурс Который Проводит Посольство Да Желающих Очень Много И Спрос Очень Большой На Русское Образование Да Вот Вы Помянули Дни Русской Культуры Я Так Понимаю Что И в этом Году Они Будут Проводиться По Моему 23 Мая Если Не В следующей неделе Мы Начинаем Распространять Билеты Уже В Доме Москвы У нас Будет Свой Общественный Центр Распространения Приглашаем Всех В понедельник За Бесплатными Пригласительными Может быть Это такой Последний Вопрос Который Я хотел Задать Вот Все Таки Если Мы Говорим Ну Вообще Об Историческом Процессе Все Таки Как На Ваш Гляд Как Историка Есть Ли Какие-то Такие Интересные Не знаю Пробелы Или Белые Пятна Вот В этой Истории В том числе Русских На территории Латвии Или Может быть Даже В самой Истории Латвии Этой Территории Когда Она Перестала Быть Там Лифляндии Да Вот Которое Вам Было бы Интересно Изучить Или Вам Вы Обнаружили Что Об этом Совсем Нет Было Никаких Исследований Ну Естественно История Русских Меня бы Интересовало Не так Очень много Информации Ну Ввиду Конечно Большого Количества Лет Очень Мало Информации Тому Что Здесь Происходило До 13 Века То Если Вот Мы Ориентируемся На 13 Да То На 13 Век Это Хроника Генриха Ливонского Это Практически Все Да Это Практически Все Есть Какие-то Сторонние Иностранные Какие-то Наблюдатели Какие-то Там Пилигримы Какие-то Ходили Записывали Есть Конечно Записи Пилигримов И 10 Века То Что Здесь Происходило Но Он Это Не Звучал Он Просто Смотрел Вот Как Экскурсовод Вот Я вижу А После 13 Все Так Уже Побольше Информации Да Уже Шли Хронисты Они В основном Переписывали То Что Было До Них Сказано Вот Они Генриха Ливонского Все Переписывали Переписывали Добавляли Какие-то Новые Даты Там Современные Им Уже Ну Вот Это Уже Более Менее Понятно О чем Речь Потом Уже Ближе К 14 15 Веках Там Уже Начались Интерпретации Какие-то События Но Тем Не менее До 13 14 Это Все Идет Перепись Того Что Уже Было Написано Там Какие-то Предки Русских Могли Тоже Быть До 13 Века Да Вот Здесь На Этих Территориях Какой-то Степень Ну Естественно Конечно Здесь Купечество Было Развито Очень Хорошо Еще В те Времена И В те Времена И до Этого Было Развито Поскольку Местные Племена Тоже Являлись Такими же Очень Хорошо Описано Конечно Ну Ввиду Отсутствие Источников Информации Тогда Какие были Фотографии Не было Никаких записей Там Писать-то Не умели Поэтому Вот Поэтому Такой пробел Интересный Да Ну Тем не менее Может быть Когда-нибудь В будущем Что-то Обнаружится На это Будем Уповать Ну И конечно Будем Надеяться На то Что Унижая Современное Молодое Поколение Будет Ну Все-таки Свою Историю Как-то Знать Ну Да Естественно Будем Надеяться Что Интерес к Истории Всегда Будет Проявляться Может Не в той Степени Как В предыдущие Годы Но Тем не менее Есть Надежда Что Многим Будет Интересно Узнать О своем Крае Своей Стране Ну И 9 Май Все-таки Не исчезнет Да Так Сознание На территории Латвии Я думаю Что Вряд ли Исчезнет Ну Вот Мы Видим Что По Ну В такое Скажем Обеденное Время Вот С утра Там их было Не очень много Сначала Такая возрастная Публика шла Потом Сменился Молодежь И потом Уже Вот такой Средний Возраст Ближе К вечеру Пошел Но То Что Молодежи Было Больше Это Заметно Было Так Даже Невооруженным Глазом Это Обнадеживает Как Это Конечно Обнадеживает Я надеюсь Что В следующем Году Мы Увидимся Все Там И Через год И через два И десять Ну И еще Естественно Впереди Дни русской культуры 23 мая Да Тогда Всех Приглашаем К участию В днях Русской культуры С 23 мая По 6 июня Будут Множество Мероприятий На все Публики Детские Взрослые Выставки Музыкальные Концерты Театры Приглашаем Всех В Доме Москвы Будет лежать Программа Можно будет Зайти Ознакомиться Там еще Есть Некоторые Точки Балтийская академия У нас есть Пункты распространения Кому ближе Туда могут Там зайти Газеты Там По-моему С сегодняшнего дня Там должны быть Всех Приглашаем К участию И встретимся На мероприятиях От богов У нас бог в студии Большое спасибо Спасибо